Всем привет! Я рада, что вы заглянули ко мне на канал. Меня зовут Женя и ко мне можно на ты. И вы знаете, наконец-таки у меня дошли руки до вот этой палеточки от Revolution Pro. У Revolution, вот именно серия Revolution Pro, она считается какой-то такой более профессиональной, лучшего качества, и я с этим согласна. Это палетка New Neutral, и она является аналогом палетки от Huda Beauty Nude. Сразу скажу, что я не могу их сравнивать по качеству, потому что у меня нет палетки от Huda Beauty. И как бы здесь я согласна с теми, кто говорит, как вы можете сравнивать, если вы даже не пробовали. Поэтому я не буду сравнивать по качеству, могу только сказать, что это как бы аналог именно в цветовой палитре. И сразу скажу, что вот блогеры, которые всегда пользуются люксом, и тут вдруг им пришло в голову купить какой-то дешевый аналог и их сравнить. Ну, большинство, я думаю, процентов 80 из них будут в своих видео говорить о том, что аналог, он и рядом не стоял с оригиналом, что это полное дерьмо и т.д. и т.п. Те блогеры, которые всегда пользовались бюджетной косметикой, и тут покупают именно оригинал какой-то люксовый, и как бы они могут сравнить аналог и люкс, те в большинстве своем, да, они, может быть, найдут какую-то разницу, но это не будет такая прям огромнейшая разница, что прям да-да-да, действительно, аналог рядом не стоял, и я теперь буду покупать только люкс. Дело в том, что блогеры, которые изначально пользуются люксом, они в аналоге будут искать те самые минусы, как бы, ага, как бы мне так вот зацепиться, чтобы заткнуть всем рот, кто называет какую-то палетку аналогом моей любимой люксовой, которая стоит там 5000 рублей, а они тут за 500 мне пытаются втюхать, что она прям точно такая же. И они не будут искать там плюсы, они будут изначально искать там минусы, а блогеры, которые наоборот, как бы, пользуются бюджетом, но купили какую-то люксовую косметику, они наоборот будут искать, как бы, в чем смысл мне переплачивать, то есть, если меня устраивало качество за 500 рублей, зачем мне покупать за 5000 рублей, то есть, они, может быть, и найдут какую-то разницу, но они вот именно и будут искать, искать плюсы, так скажем, а не минусы. Поэтому, ну, я не могу сравнить, буду просто говорить про конкретно вот эту палеточку. Я могу сказать, что эта палетка для своей цены и, в принципе, сама по себе, не сравнивая ее ни с чем, очень хорошего качества. Если уж касаться цены, то вообще шикарного. Вот. Единственное, у меня была претензия здесь к глиттерам, но мы вместе сегодня попробуем эти глиттеры, потому что я их пробовала. Один глиттер вообще без подложки, не в плане базы, а в плане подложки из теней. Второй пробовала с подложкой, но, мне кажется, я там ошиблась в цвете. Поэтому сегодня попробую максимально подобрать похожую подложку, чтобы все было максимально. Единственное, что да, эти глиттеры, они крупные. Вот. Как бы у NYX, допустим, более мелкие, они более приятные на ощупь. И они как бы более, ну, как сказать, они не смотрятся как пигмент. Они именно как глиттер. Но вот за счет того, что они более мелкие, как-то вот они красиво распределяются. Здесь они более крупные, и они вот менее красиво распределяются. Но, опять же, посмотрим, как будет смотреться на такой подложке, более приближенной к цвету. Вообще, сама палетка такая какая-то розово-нюдовая. Здесь очень много матовых. И матовые мне понравились по качеству. Они такие мягкие, какие-то, знаете, ну, даже не знаю, как сказать прям. И хорошо пигментированные. И вот как-то ложатся как-то так прям шелковисто. Шиммеры, в принципе, здесь простых шиммеров нет. Здесь есть два, а, нет, вот этот, по-моему, более или менее, вот эти два шиммера. Вот этот и вот этот коричневый, более-менее, такие обычные шиммеры. Вот этот почти обычный шиммер, но все равно он какой-то такой более крупный. Вот этот и вот этот, они такие как будто бы с добавлением... Ну, вот этот еще не так, тоже просто какой-то прям крупный-крупный шиммер. А вот здесь вот он какой-то весь такой цветной, как будто бы здесь несколько цветов смешаны. Матовые, в принципе, все такие необходимые практически. Но вот они все равно немножко в такой, знаете, красноватой гамме. Если вы ищете какие-то теплые коричневые цвета, это не сюда. Это вот более красноватая гамма. Но именно из красноватой такой гаммы здесь есть все необходимое. Что, кстати, очень удобно. Зеркало загинается, но, опять же, это удобно только для тех, кто делает какой-то обзор. Обычному человеку вообще пофиг, загинается там зеркало или не загинается там зеркало. Главное, чтобы оно было. Потому что, ну, когда зеркало в палетке, мне, по крайней мере, удобнее. Чтобы не брать какое-то другое зеркало в руки, мне так удобнее. Палеточка очень такая тяжеленькая, она увесистая по сравнению с какими-то другими палетками. Прям, да, она какая-то такая прям на ощупь как люксовая. Сегодняшний макияж выполнялась этой палеткой. Брала как раз-таки вот этот интересный оттенок на подвижное веко. И вот этим немножко так вот растушевывала в складку как бы. Все хорошо наносилось, все хорошо тушевалось. Матовые оттенки вообще очень легко и мягко тушуются. В общем, по качеству мне палетка понравилась. Я не могу ее сравнить с палеткой от Huda Beauty. Но вот конкретно эта палетка очень хорошего качества. Давайте вместе попробуем сделать пару макияжей. Но так как здесь два глиттера, я решила сделать один макияж с одним глиттером, второй макияж со вторым глиттером. То есть чисто матовый макияж делать не буду. Будем уж экспериментировать с чем-то самым интересным из этой палетки. В этой палетке, так же как и в палетке Huda Beauty, есть база. Я ее тоже попробую. База очень плотная, бежевая. Вы знаете, моя база Тейвен закончилась. Она тоже была как бы бежевая, но она была менее плотная. Она как-то лучше распределялась. Это прям такая плотненькая-плотненькая. Немножко тяжеловато распределяется. Такая густая. Теперь возьму вот такой оттенок. Он какой-то немного сиреневый. Пыльный такой сиреневый. И нанесу его в складку. Теперь нанесу вот такой темно-какой-то сливовый. Тоже в складку. Буду углублять. Тени вообще шикарно наносятся. Не знаю уж, как там Huda Beauty наносятся, но эти тени мне очень понравились. Как они наносятся, как они тушуются. Матовые вообще потрясающие. Просто супер. Ну и так я хочу нанести вот этот глиттер. Под него, пожалуй, нанесу вот эту подложку. Чтобы глиттер смотрелся так более-менее. Естественно и хорошо. Чтобы не было разницы. Более, что глиттер такой достаточно яркий. Большой мирный оттенок тоже наносится хорошо. Единственное, отсыпался. Но я наносила натуральной кистью. Не люблю вообще синтетические. Вроде бы всё. Но если где-то что-то не смогло, потом подправлю. Здесь, наверное, что-то... А, нет, это у меня какой-то прыщик. Клей под глиттер от NYX. Я, конечно, могу попробовать приклеиться или не приклеиться без клея. Но, вы знаете, как-то я не очень доверяю. Даже если приклеится, я не доверяю тому, чтобы глиттер потом, мне кажется, он всё равно осыпется. Сейчас-то, конечно, для съёмки. Но так вот, если в жизни куда-то, уж лучше, чтобы наверняка буду использовать клей. Более, что... Знаете, иногда бывает именно в палетках от My Cap Revolution почти глиттер. Вот он очень на него похож, но это не глиттер. А здесь вот реально глиттер. Он такой в какой-то субстанции. Но это прям вот глиттер. Ну, крупноват, конечно. Но вот с правильной подложкой, правильно подобрала оттенок, смотрится очень даже хорошо. То есть, до этого я не помню, какой глиттер. Наверное, вот этот я наносила вообще просто вот сам по себе. Потому что он вроде бы такой какой-то плотный, уже в какой-то субстанции. Я думала, что сам по себе он будет смотреться красиво. Сам по себе на веки он не смотрится вообще. Потому что он будет ложиться всё равно с какими-то небольшими проплешинами. И это будет видно, и это некрасиво. И вообще у глиттера должна быть всё-таки подложка. Вот сейчас как бы с подложкой, поэтому с подложкой претензий нет. Лёг красиво, лёг хорошо. Поэтому я беру свои слова обратно по поводу глиттеров. Единственное, что крупновато. Я думаю, что я это почувствую, когда буду смывать макияж. Так. Теперь возьму вот такой тоже красивый какой-то серо-сиреневое, что-то шиммерное. И нанесу на нижнее веко. Не буду. Тоже какой-то красный. Я сейчас смотрю в зеркало. Вы знаете, иногда смотришь в зеркало, и веко такое тяжёлое, если нижнее не проработано. Но иногда бывает наоборот красиво смотрится, когда нижнее веко не трогает. Либо когда вот наносишь какой-то светлый оттенок, который не затемняет его. А вот пусть он немножко поблёскивает. Ну и тёмные оттенки немножко продублирую. То есть тёмно-сливовый в складочку. Как раз глиттер здесь, если что, подрастушую со границы аккуратненько. Таким пыльно-лиловым каким-то растушую сливовый. Матовый, помимо того, что они очень хорошего такого качества, у них ещё оттенки такие все какие-то пыльные. И при тушёвке всё равно по-любому получается какая-то такая дымка. Ну и вот результат. Сейчас накрашу ресницы. И с накрашенными ресницами, я думаю, будет ещё всё более красиво. Вот так выглядит уже готовый макияж с накрашенными ресницами. Ресницы решила накрасить синим цветом. Пока лето. Пользуюсь этим. На губах у меня вот такая помадка тоже от Майка Преволюшн. Доставался она мне в Мистери Бэк. Такой прям яркий цвет. Но я сверху добавила вот такой блеск тоже от Майка Преволюшн. Оттенки пролинные. Как бы смешала их. Получилось что-то такое более тёпло-розовое. Что ещё? Ну так вроде бы неплохо. Давайте попробуем ещё один глиттер. Потому что это что-то такое прям яркое, красное. Давайте попробуем второй. Он такой более нюдовый. Так, здесь тоже начну с нанесения базы. Не знаю, я не тестировала, насколько там она продлевает. Но я думала, что такая прям плотная, липкая база должна хорошо продлевать срок службы теней. И за счёт того, что она не прозрачная, всё-таки улучшает яркость. Так, теперь возьму-ка я, пожалуй, вот такой матовый коричневый холодный. И в складку века его нанесу. Я наношу на неприпудренную базу. Несмотря на это, вроде бы всё хорошо растушевывается. Теперь возьму вот такой тёпло-коричневый с таким красноватым пигментом. Обычно я наоборот холодный через тёплый. А вот сегодня хочу наоборот попробовать тёплый через холодный растушевать. Буду наносить его во внешний уголок. Вообще, я прям балдею от этих матовых. Они очень хорошо так наносятся. И его же буду уводить в складку века. И его же на нижний век. Красивый оттенок, несмотря на то, что он в палетке выглядит прям таким тёпло-коричневым. Вот именно он всё-таки идёт не с рыжим пигментом, а с красноватым. И он прям очень красиво смотрится. Так, на подвижный век хочу нанести глиттер. Поэтому под него вот я не знаю, какую подложку нанести. Давайте вот этот соседний оттенок, шиммерный, нанесу. Посмотрим, как на нём будет смотреться этот глиттер. Сам по себе оттенок прям такой... Очень пигментированный, сыпучий, правда. Но ничего. Всё можно смахнуть. И вообще, я обычно делаю сначала макияж глаз, потом макияж лица. Просто сейчас как бы уже у меня был макияж лица, поэтому опять базу под глиттеры от NYX. И вот этот глиттер. Он такой немножко цветной. Здесь прям вот что-то такое и жёлтое, и рыжее, и розовое какое-то непонятное. Да, много набралось. Ну, кстати, красиво смотрится на этой подложке. Красиво сочетается. И выглядит более таким каким-то тёплым. Так. Продублирую оттенки в уголочек. Как раз поправлю здесь глиттер немного. И его же складку века. Как раз если глиттер где-то лёг немножко неравномерно и залез туда, куда ему не нужно. Сейчас он у меня слетит, стушуется. Ну, и такой холодный коричневый. И попытаюсь растушевать. Посмотрим. Вот холодный через тёплый. Очень красиво выглядит. Посмотрим, как здесь будет. Здесь как-то особо не видно вот этого какого-то особенного перехода. Но растушевалось всё прям так мягенько, плавненько. Очень классные тени. Возьму вот такой шиммерный бежевый оттенок. И немножко добавлю его под бровь. Чуть-чуть-чуть-чуть сияние. Ну, прям такое еле заметное. Кажется вам даже и незаметное. Давайте ещё немножко. Чтобы вам его даже и не видно. Вот теперь, мне кажется, не видно. Вот такой более нюдовый вариант. Вроде бы с глиттером, но он какой-то прям такой, знаете, как... И не видно, что это прям глиттер. Как будто бы такой шиммер. Ну, вот с накрашенными ресницами всё вообще вполне закончено. Красиво выглядит. Но, повторюсь, почему-то как-то не выглядит как глиттер. А выглядит как шиммер. На губах у меня блеск от Avon Mark. Поверх карандаша. Это, кстати, Natural Nude. Поверх карандаша тоже у Avon лотинки Full On. Такой бежевый. В общем, что всё-таки по поводу этой палетки. Поменял я своё мнение о глиттерах. Ну, они, да, крупные. Но вот именно ложатся всё хорошо. Главное найти хорошую подложку подходящую. То есть по цвету. Матовые тени, как я уже сказала, шикарные. Шикарно ложатся, шикарно тушуются. Вообще как-то всё так очень мягко. Ну, и цветовая гамма, наверное, играет какую-то роль. Потому что все оттенки такие какие-то припылённые. В общем, шикарная палетка. Для меня это палетка на 5. На 5 с плюсом даже может быть ещё. Плюс здесь есть база. Не знаю, как по стойкости. Но, думаю, хорошая будет. Но по нанесению на неё всё прилипает очень хорошо. И плюс ещё она имеет оттенок. Для меня это немаловажно. Потому что с моими кругами тёмными вокруг глаз мне желательно, чтобы база была с оттенком. Такого именно какого-то бежевого цвета. В общем, шикарная палетка. Давайте дальше покажу на неё свочи. И что могу сказать? Всем советую попробовать. Палеточка поближе. Ну и первый ряд оттенков. Очень хорошая пигментация. Просто меня восхитили светлые матовые оттенки. Которые обычно... У тёмных, понятное дело, пигментация может быть хорошая. А светлые обычно грешат тем, что у них пигментация похожая. Даже не то, что пигментация. Но сами по себе-то они светлые. А здесь прям очень хорошая пигментация у светлых оттенков. Точнее, я хотела сказать второй, третий ряд оттенков. Во втором там глиттеры, которые немножко плохо стираются. Поэтому покажу их в последнюю очередь. Немножко, может быть, цвета выглядят не очень яркими, потому что снимаю при естественном освещении. При искусственном вы можете посмотреть свочи в моём видео с покупками за последнее время. Мико Преволюшн там я снимала при искусственном освещении. Здесь при естественном. Поэтому, может быть, какие-то оттенки выглядят немножко менее яркими. Ну и так всё. Но вот это вот база. Второй ряд вместе с глиттерами. Глиттеры красивые. Особенно вот тот, который посветлее. Он такой какой-то более цветной. Мне кажется, он будет менять за счёт подложки ещё свои цвета. То есть на коричневой подложке он выглядел более каким-то коричневым. Мне кажется, на какой-то более розовый. Но только, опять же, не светло-розовый, а потемнее. Может быть, выйдет вот эта розовинка, которая в нём есть. Главное, чтобы глиттер не был темнее, чем подложка. Так что я всем советую попробовать эту палетку. Ну, действительно, шикарная. И по оттенкам, и по качеству. Вообще, просто супер. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если так, то ставим пальчики вверх. Подписываемся на мой канал. Я всех люблю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok